И на хоровах живот вечный, Поклоняемся Его тренерного воскресеньею. Апостол Фома, когда услышал о воскресении Христа, своего божественного Учителя, он отказывался в это поверить. Он, словно праотец Иаков, вступил в борьбу с Богом. Ему хотелось увидеть, хотелось осизать тело Христова, его раны, чтобы увериться в истинности этого воскресения. И Господь не отверг этой его жажды богоискательства, явился ему и лишь сказал, блаженный, не видевший, но веровавший. Сказал, потому что у души есть другие очи, у души есть иное, невидимое осизание. 25 лет прошло, как мы собираемся здесь, в этих могил, потому что имеем нужду прикоснуться к этим холодным камням надгробий, столь говорящим для нас. Кому приходим мы? Словно Фома, влагая персты своей веры в их раны, приходим к людям, которых безвременно забрала смерть, и да, и нет. С одной стороны, мы находим здесь страшную жатву смерти, а с другой стороны, находим здесь победителей ее. И как это понять? Апостол отвечает нам, разъясняя, он говорит, что любящим Бога вся поспешествует во благое. И получается так, что этих агнцев Христовых, закланных за Него, прославляет даже сама смерть. А глупое сердце человеческое, оно печалится. Сердце смотри не на то, что упущены какие-то возможности, что отнята жизнь в цветущее, в самое цветущее время, не совершены какие-то дела, погублены какие-то таланты. Смотри, что и сама клокочущая бесовская злоба выстроилась вовсе не хотя того, в один ряд с ангелами, чтобы воспевать славу мучеников. Смотри на те вихри благодати, которые окутывают всякого человека, входящего в эту кувуклию воскресенье. Они пришли в монастырь не потому, что здесь лучше живется, чем где-либо. Они пришли умереть за Христа. Это был их выбор. И хотя они не думали о мученичестве, а старались лишь очистить свои души подвигом воздержания, поста и молитвы, Господь принял желание их сердца. Они не отсиживались в окопе, они шли в рукопашную, сражались, словно духовные львы, с врагом их спасения за свои души. Этот подвиг мог продолжаться еще очень долго. Но Господь решил иначе. Они словно говорили Христу, пусть путь наш будет самым трудным. И Он сказал им, идите за Мной. И повел их, повел за собой. Повел к самому страшному поражению в жизни. Повел к смерти. Повел на Голгофу, чтобы умереть в них и прославиться в них. И возвести их души в Царствие Небесное. Они были очень разные, эти три брата Оптиной пустыни. Разные по происхождению, по образованию, по жизни, по возрасту, по внешности, по всему. Господь избрал их независимо. Избрал и поставил наш свечник, чтобы мы не отчаивались, видя в себе так много несообразного с тем Царством, которое пребывает на небесах. Их переход от всей жизни совершился в самый день воскресения Христова, после торжественной ночной литургии, когда они все трое причастились к святых христовых тайн. И это было, конечно, символическое заклание служителей Христа, а вовсе не бытовое убийство, как пытаются внушить это некоторые скептики. Да и оружие убийства, оно было подписано. Подписано именем Сатаны, подписано тремя шестерками. Все это планировалось заранее, все это было осознанным актом мести Богу. Вот уже четверть века прошло, а все еще продолжают литься на убиенных, по токе злобной клеветы. Многие люди не верят в их подвиг и пытаются с ссылкой на какие-то человеческие немощи, на какие-то несущественные малые грехи, обесценить их подвиг. Но все это не ново. Даже на Христа продолжает до сих пор выливаться потоки злобы и ненависти. А ведь в Бога человеке не было никакой вины, за что можно было предать его смерти. И пришлось его оклеветать, чтобы убрать его со сцены мировой истории. Вроде бы убрать. В Боге вообще нет никакой вины. И все, кто прикасается к Богу с верой, они получают от Него вот такую некую невиновность. Чаих силу от меня исходящую, исшедшую. Говорит Христос, когда кровоточивая жена прикасается к Нему с благоговейной верой. И как мы можем говорить о каких-то грехах, о каких-то мелких прегрешениях, тех, кого избрал Господь. Разве судья мира не может оправдать всякого? вопреки всему, вопреки всему, даже вопреки всему, тело разбойника, который прославлял Христа, оно остается висеть там же, на кресте, рядом с телом того, кто хулил Христа. А душа благоразумного входит в райские чертоги, потому что Господь призвал его туда. И кто дерзнет назвать райского жителя разбойником? Иди, вера твоя спасла тебя. Так говорит Господь в душе человека. обратившегося, прикоснувшегося к нему своей верой. И человек идет. Идет вплоть до перехода от всего земного бытия. Идет оправданным, идет райским человеком. Приди, скептик, приди, неверующий в эту часовню и убедись, что мы не говорим ничего того, что нету. Обратись ко Христу, и Он даст ответ о чадах своего света. Он даст скусить тебе крохи с их божественной трапезы. Он облагоухает тебя их непорочной в нем жизнью. Ты придешь и увидишь, что здесь покоятся воины духа. истинные крестоносцы, сыны Нового Завета, жители небес. Все их гробницы сейчас завалены цветами. Почему же приносят на могилу живые цветы? Потому что они прекрасны. Но в этом мире есть очень много других прекрасных вещей, однако их не приносят к почившим от всей жизни. Разгадка в другом. Цветы не только прекрасны, они живы и сохраняют в себе вот это благоухание этой жизни еще долгое время, даже после того, как они срезаны. также есть души благоухающие верой, этой внутренней красотой, которая может быть и не видна даже внешне. Но в отличие от цветов, которые вскоре завидают после того, как их срезали, жизнь души наоборот, она может раскрываться в Царстве Небесном новыми и новыми бутонами, расцветать новыми и новыми соцветиями. Многие из тех, кто стоит здесь ныне, не знали при жизни братьей, но есть такое понятие духовное родство и это внутреннее чувство, внутренняя благодать, которая связывает людей разных столетий, разных стран и может даже приходить пределы жизни временной, устремляться в жизнь вечную, сей от рода нашего. Так сказала Пресвятая Богородица апостолам Петру и Анну, которые явились вместе с ней около одра тяжело болящего отрока будущего Серафима Саровского. И вот это духовное родство оно и позволяет нам прочувствовать их подвиг, этих тречисленных мучеников, этих агнцев Божьих, когда мы раскрываем их жизнеописание, когда мы молимся им, мы словно апостол Фома вкладываем руку своей веры, прикасаемся к их ранам, прикасаемся к их жизни и с удивлением, как и Он восклицаем Господь мой и Бог мой. Восклицаем не потому, что мученики стали богами, а потому, что Сам Христос являет Себя в них. Именно Его хотело достать рука убийцы, которого направлял сатана. Когда-то из куста горящей и не сгорающей купины пророку Моисею был голос, и суй сапог с ногу Твоею сие место есть свято. Вот такая благодать у мест Бога явления. Но Оптина пустынь, которая вся сделалась на Пасху 93-го года жертвенником, вся была полита кровью, она тоже есть место богоявления, место страдания Бога и место прославления Его. И до сих пор тречисленные мученики вместе со всеми оптинскими святыми воспевают здесь Ему торжественную службу и возглашают истинную тайну своей победы. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!